В сентябре 2018 года в КФУ стартовала программа «Компаративное исследование в области образования». Партнером КФУ в этой программе является Технический университет Дрездена. С их стороны идет поддержка в отношении профессорско-преподавательского состава. В данный момент в университете работает профессор из Германии. Я своим присутствием здесь, своей децентратурой не заканчиваю контакты с КФУ, но что меня радует, конечно, и что мы надеемся дальше сотрудничать, в частности, выпустить книгу, перевод, урок для будущего. Мне кажется, что это очень актуальная тема, когда сейчас мы обсуждаем, какой это должна быть школа для будущего. Преподаватель читает курс лекций, связанных с профессорско-преподавательской подготовкой. Мне очень важно, чтобы наши студенты, в частности моей группы, осознали, может быть, куда развивается урок, и сформулировали свое педагогическое кредо, в частности, как управлять группой, что значит активизация учащихся. В этом образовательном пространстве, которое характеризуется сейчас большим количеством знаний, которое постоянно растет, видоизменяется, мы должны не потерять эмоциональную сторону обучения. К студентам, отобранным на программу, предъявлялись высокие требования, в частности, хорошее владение как английским, так и немецким языками. Мы узнали много интересных методик, точнее, открыли для себя то, что мы до этого еще не знали, и теперь мы готовы делиться этими методиками преподавания, как в школе, так и в университете, а может даже и в детском саду. Мы ходили в библиотеку, мы ездили на форум, который проходил два дня в Казан-Экспо. Там также мы получили очень много информации, тоже благодаря Юлии Васильевне, который нас пригласил туда. Также многим мы заинтересовались педагогикой. Кто даже не интересовался, после занятий с Юлией Васильевной мы все впали в интерес. Каждый день занятия проводятся в интенсивной форме. Эта программа очень важна для нас, поскольку она позволяет объединить как филологическое образование, лингвистическое образование, так и педагогическое образование. Плюс к этому еще студенты занимаются научно-исследовательским поиском. У нас есть очень хорошая возможность наших студентов-магистрантов привлечь к научному поиску, связанному именно с компаративной педагогикой. Это очень важно. Когда мы сопоставляем международные системы, мы можем прийти к разработке какой-то универсальной методологии, которую впоследствии может использовать любая страна в своей педагогической практике. Валерия Амуратовна, Елена Табасова, Универс.